Дворы микрорайона «Энергетик» теперь сложно спутать с другими придомовыми территориями. Ведь таких мусорных баков, как здесь, на улицах Владимира, точно не встретить. Настоящий хендмейт выполнен руками сотрудников управляющей компании «Коммунальщик-проф». Но многие жители от такого творчества в ужасе. Люди не понимают, зачем нужно было менять практичные пластиковые контейнеры на деревянные баки. Даже если честно, от них даже сейчас вот ложишь мусор, даже вот пахнет уже, идет вонь. Мне, конечно, надо железные. А почему не нравятся такие контейнеры? Ну, а чего? Дождь намочит, и там все разбухнет, и мухи заводятся. Железные нормально. К счастью, разбухнуть от дождей контейнеры не успеют. Уже на следующей неделе хендмейт «Коммунальщики» должны убрать и на их место поставить пластиковые баки. Директор управкомпании поясняет, деревянные контейнеры были временной мерой. По его словам, с 18 июня без предупреждений и согласования мусоровывозящая компания, с которой был заключен на протяжении многих лет договор, просто перестала вывозить мусор. А еще через несколько дней забрала свои контейнеры, а мусор оставила. Они взяли, высыпали мусор в землю, не дали даже мою машину, стояла рядом, что забрать контейнер, потом они мусор, этот контейнер забрали. Они высыпали мусор в контейнер и ушли, а мои лопатами грузили машину. Через два часа после того, как они контейнеры забрали, у меня в поселке Неграма мусора не было. Мне контролировали лично жилищные инспекции. Такое поведение мусоровывозящей компании объясняется наличием долга у коммунальщика проф. Директор управкомпании признается, выплачивать за должность и работать по тарифу 3 рубля 50 копеек было крайне сложно. Поэтому, когда мусоровывозящая компания прекратила сотрудничество, было принято решение самим начать вывозить мусор. Коммунальщики приобрели спецмашины и заключили договор с Маринским полигоном. Действию прав компанию уже оценили ряд надзорных ведомств и управления ЖКХ администрации города Владимира. Специалисты подтверждают, действие коммунальщиков вполне законное. Единственная претензия, которая сегодня существует к управкомпании, установка деревянных контейнеров. Контейнерные площадки, они также могут, законно это предусмотрено, быть деревянными, но временные. То есть, со слов директора управляющей организации, коммунальщик проф. данные контейнеры будут заменены на новые 11 числа, что, естественно, мы проверим вместе с жителями данного микрорайона. К слову, по обещаниям директора управкомпании, мусор под его контролем со дворов энергетика будет вывозиться ежедневно два раза в день.